Ещё одно событие, которое тоже не можем обойти стороной, это дебаты, которые были. Это было шоу, конечно, мирового масштаба. Мне кажется, это был лучший капитанский конкурс Зеленского за всё время его игры в КВН. Чисто моё мнение. А я считаю, я считаю, что так нельзя. Это несправедливо. Потому что у Зеленского есть опыт игры в капитанском этом конкурсе, а у Порошенко нету. Я скажу больше. И у Трампа нет, и у Меркель нет опыта капитана. И где они теперь? И шо? И шо они? Президенты Украины? Пускай учатся. Теперь гуляют. Кто в разминку не играл, не хренсуваться вообще на дебаты. Слушайте, а я знаете, что сейчас подумал? Вот в связи с тем, что Зеленский стал президентом, ну уж коль мы захорили про КВН, это ж сейчас в России и в Беларуси КВН закроют нафиг. От греха подальше. Это точно. Какие типа... Я тебе скажу, начнут закрывать КВН типа школьных лих, просто, чтобы не вырез твой человек. Может быть где-то в Беларуси сейчас Лукашенко будет вести уже КВН на оборотках. Ах, ты, я посмотрел на опыт этих людей. Надо идти в молодежь. Лига белорусских шуток. Ай, пошути. Ай, не побойся. Это смешно. Ну, на самом деле, хорошо, что все хорошо закончилось. В общем, Владимиру Александровичу пожелаем удачи. Начинается интересная эра для Украины. Ну и, конечно же, верим только в лучшее, в то, что будут изменения в лучшую сторону. Правда. Верим, верим. Показываю я вам зеленый маркер.